В рамках 21 конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата учредитель и руководитель общественного объединения Айдея Лейла Лива встретилась с исполнительным директором регионального центра по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы Марта Жигетти Бониферт. На встрече было рассмотрено сотрудничество между Айдеей и региональным центром по охране окружающей среды и проведено обсуждение по реализации в дальнейшем совместно проектов. Стороны обменялись мнениями о возможностях в области образования, общественного просвещения, биоразнообразия, обмена информацией и опытом, выпуска будущих совместных изданий, проведении региональных и международных мероприятий. На встрече вице-президента фонда Гейдра Ливы с исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Моник Барбю был подписан меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Айдеей и Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием. На встрече была дана высокая оценка посадки общественным объединением Айдея более 5 миллионов деревьев на территории страны с целью оказания поддержки, осуществляемой в Азербайджане на государственном уровне, работе по увеличению площади зеленых насаждений. Лила Лива отметила, что основы успеха проектов Айдея составляют взаимопонимание и тесная связь между общественным объединением и молодежью. На встрече Лила Ливы, заместителем исполнительного секретаря Рамочной Конвенции ООН об изменении климата Ричардом Кинли, стороны обсудили вопросы членства Айдея в Рамочной Конвенции ООН о климатических изменениях, перспективе возможного сотрудничества в области проведения в Баку международных мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и изучения передового опыта по устранению последствий климатических изменений. Отмечала, что Айдея накопила большой опыт в области восстановления биоразнообразия и общественного просвещения в Азербайджане, и с этой точки зрения есть благоприятная почва для сотрудничества двух организаций. На встрече с генеральным директором Международного союза охраны природы Ингер Андерсон в центре внимания оказались возможности сотрудничества в области образования, охраны фауны и флоры, управления особо охраняемыми территориями, общественного просвещения и в других сферах. Было выражено удовлетворение взаимодействия Международного союза охраны природы с Айдеей, подчеркнуто значимость дальнейшего развития этого партнерства. 22-ю конференцию по климатическим изменениям планируется провести в следующем году в Марокко. В рамках мероприятия Лалиева ознакомилась с павильоном этой страны и встретилась с министром окружающей среды Марокко Хакимой Эльхайте. Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам охраны окружающей среды.